Готовиться к новому сезону начали еще в прошлом году. В декабре была проверена техника и подготовлены мотоциклы. А спортсмены начали тренировки с января. Тренировки были разноплановые. Это были лыжные кроссы, бассейны плавали, игровыми видами сортов занимались, волейбол, баскетбол. Силовая подготовка была в тренажерном зале. Вот из этих тренировок у нас и состояла подготовка к сезону. И ждали, пока, естественно, сойдет снег, чтобы можно было приступить уже к нашим профилям нагрузкам, так сказать. Недельный цикл включает в себя двухразовые ежедневные тренировки. Занятия проводит старший тренер команды Андрей Павлов. Президент клуба Валерий Нефантьев наблюдает за процессом и подсказывает по мере необходимости. На поле спортсмены отрабатывают удары на силу и точность. Разыгрывают тактические комбинации. Чемпионат для «Металлурга» стартует 3 мая в станице Кущевской. С 5 по 9 мая в Краснодарском крае состоится розыгрыш Кубка России. Но, наверное, самое главное соревнование сезона – чемпионат Европы. За всю историю сборная Советского Союза и России, костяк которой составляют игроки «Металлурга», уступила два раза подряд впервые – в 2013 и в 2015 годах. В этом году мотоболисты намерены взять реванш. Чемпионат Европы пройдет с 25 по 31 июля в Нидерландах. В том году у нас не получилось. Четыре гола забрали, как честные, забитые. Но в этом году надо уже забивать больше, чтобы не отняли у нас медали золотые. Будем стараться. Тренировки в зале Дворца спорта начинаются с разминки. После пробежки и упражнений на растяжку мотоболисты стали играть в волейбол, который очень полезен в плане подготовки к матчам. Я думаю, для координации больше. Все-таки у нас командный вид спорта. Поэтому волейбол тоже командный вид спорта. Поэтому для разнообразия тоже полезно. «Металлург» настроен на победы и ждет всех на домашних матчах команды. Первые игры через месяц, в конце мая. Дмитрий Книга и Адамия Евгений Петров и Елена Кошелева. Видное ТВ.